В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал он утром в постели на своей квартире. Это был человек лет тридцати двух-трех отроду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеей, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птице по лицу, порхала в глазах, садилась на полутворенные губы, пряталась в складках лба, а потом совсем пропадала. И тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складке шлафрока. Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки, но не усталость, не скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не только лица, а всей души. А душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы и руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на него, сказал бы, добряк должно быть, простота. Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в его лицо, отошел бы в приятном раздумье с улыбкой.